Привет, друзья! Меня зовут Юлия, и я рада приветствовать вас у себя на канале Цветоводы всех стран. Объединяйтесь! И сразу хочу рассказать, в каком формате сегодня будет проходить видео. Ну, во-первых, я хочу показать вам, какие сорта и гибриды томатов у меня сейчас в наличии есть. Мы рассмотрим, посмотрим, что это сорт гибрид, ранний, поздний. В общем, такая небольшая короткая информация будет по каждому сорту. Также покажу вам свою чудо-тетрадку, для чего я ее завела, что я в нее записываю, тоже обязательно вам покажу. И напоследок у меня есть такой сюрприз. Покажу вам уже томатик, малюсенький, правда еще, но уже растет. Почему я его посадила так рано, а сегодня у нас всего лишь 22 января. Но томат уже растет, и есть у меня на него планы, какие об этом поговорим. Но самое главное, у меня к вам есть огромная просьба. Если вы увидите те томаты, с которыми вы сталкивались, может быть, сажали, может быть, просто что-то слышали о них, неважно, хорошее или плохое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что это важно не только для меня, но и для тех людей, которые, может быть, тоже планируют посадить эти сорта или гибриды. Но сомневаются, это будет очень важная и нужная информация. И надеюсь, своевременно, потому что многие еще только-только собираются пойти по магазинам, чтобы купить те или иные семена. И еще что хотелось бы мне сказать. Некоторые из этих томатов, которые я буду вам показывать, я уже сажала. Сажала, может быть, даже не один год. Но сегодня никакой своей оценки этим томатам я давать не буду. Во-первых, потому что я небольшой спец выращивания томатов. В России мы живем не так давно. И, в общем-то, выращивание томатов у меня сводится буквально к нескольким годам. И выращивание было в открытом грунте. Теплицы не было до этого года у нас. Но в этом году я планирую, что их будет аж две. Потому что, кто не знает, мы взяли в аренду одну теплицу. Шикарная теплица, стеклянная, высокая, большая теплица, где мы планируем выращивать огурцы. У нас там три арендатора будет, но места там хватит всем. И у себя в саду мы планируем поставить обычную поликарбонатную тепличку 4х3, где я и планирую выращивать томаты, перцы и баклажаны. Вот, поэтому просто делаю обзор, рассказываю немножко о сортах и буду ждать ваших комментариев. Начну я рассказ с томата Санька. Знаю, что очень многие его любят. Это ультраскороспелый, устойчивый для уплотненных посадок. Высота растения 30-40 см. Следующий томат Взрыв. Это раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Высота растения 40-45 см. Томат Подарок феи. Это детерминатный сорт, низкорослый. Плоды красивые, вкусные, с повышенным содержанием каротина. Высота 50-70 см. Томат Сосулька розовая. Это раннеспелый сорт, высота до 2 метров, урожайный, удлиненные плоды с небольшим носиком, массой 80-100 г. Томат Кнопка, пригоден для выращивания в горшках. Вкусные, сладкие, ароматные плоды весом 30-40 г. Высота растения 50-60 см. Томат Ракета. Ранний, низкорослый, для консервации. Высота растения 80 см. Плоды с левовидной формой, массой 70 г. Томат Оранжевое сердце. Очень сладкие плоды, долго сохраняют товарные качества, никогда не вызывают аллергии. Высота растения 1,6-1,8 метра. Плоды средней плотности, массой 120-125 г. Медовая капля. Это среднеранний сорт томата. Высота растения 50-100 см. Плоды каплевидной формы, гладкие, медового цвета, с приятным сладковатым вкусом и нежным томатным ароматом. Томат Ямал. Не требует посынкования и подвязки. Ранний, стабильно урожайный сорт. Детерминантный, компактный, высотой 50-70 см. Плоды округлые. Томат Пальчики оближешь. Салатный, плоды мясистые, крупные, массой 150-240 г. Хорошо дозаривается. Высота растения 1,4-1,8 метра. Томат Бетталюкс. Это ультраскороспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Растение детерминатное, штамбовое, высотой 40-50 см. С очень крепким стеблем. Не требует посынкования. Томат Баскак. Среднеранний, низкорослый, для открытого грунта. Масса плодов 60-65 г. Высота растения до 80 см. Томат Северная малютка. Ультраскороспелый сорт. Не требует подвязки, посынкования. Высота томата 40 см. Плоды округлые массы 45-60 г. Чтобы вам показать, что у меня еще есть вот такие пакетики с семенами, на некоторых есть описание. Например, вот томат Крайний Север, раннеспелый. Растение низкорослое, 45-60 см. Выращивается в открытом грунте. Томат Супергонец. Это раннеспелый сорт. Растение полудетерминатное. Высота 60-80 см. И вот еще интересный томат. Детская сладость. Супер ранний, низкорослый. Выращивается в открытом грунте. Высота 50-60 см. Плоды массой 100-120 г. Идеален для консервирования. И еще хочу вам показать. У меня много вот таких пакетиков, которые я получила от Мариночки. Дела садовые. Видите, на этом пакетике нет практически никакой информации. Только название томата. И вот на некоторых есть приписка. Обязательно восклицательный знак. Юля, восклицательный знак. Значит, Мариночка советует, очень советует посадить именно эти томаты. Но так как мне хотелось обладать большей информацией и не забыть, ничего не перепутать, поэтому я завела вот такую тетрадку, куда выписываю все, что считаю важным для себя. У меня в планах в этом году так серьезно подойти к огороду, потому что мне этого очень хочется. Меня прямо пробило. Интересно мне это все. Очень хочется посмотреть, что из этого получится. Но пока я не набралась опыта, мне надо, чтобы у меня под рукой всегда была тетрадка с подсказками. Интернет будет или не будет, непонятно. А уж тут я все от руки написала, всегда смогу посмотреть. И хочу вам тоже прочитать, какие у меня тут занесены сорта томатов. Это фляшин. Ну, во-первых, я отметила, что это сорт. Значит, я смогу собрать семена. Потом, это важно для меня, что это высокоурожайный, среднеспелый сорт. Плоды пальчиковой формы с небольшим носиком красного цвета. 40-70 грамм. Очень вкусные. Вот. Минус этого сорта, что он склонен к поражению вершинной гнилью. Но плодоносит долго и урожайный. Дальше. Я оставила себе место, куда я буду записывать то, что я, там, какие будут у меня наблюдения за этим сортом. Я всегда смогу все здесь записать. Когда я посадила, когда он зашел и так далее, и так далее. До конца плодоношли. Следующая страничка у меня совершенно пустая. Но написано, что розовый, крупный, от тети Любы. Именно такая информация была на пакетике, который прислала мне Мариночка. И еще тут вот написано, опять-таки, сажать обязательно. Но когда я вот эту информацию попробовала забить в интернет, ничего конкретного мне не вышло. Скорее всего, это какие-то семена от коллекционера. Вот. Тетя Люба, наверное, это и есть тот самый коллекционер. Но, простите меня, честно говоря, я не знаю. Если вдруг Мариночка посмотрит это видео, может быть, она нам что-нибудь в комментариях напишет. Дальше. Следующий томат – это Гном, Пурпурное сердце. Опять-таки, я указываю крупно, что это сорт. Можно собрать семена. Крупноплодный, низкорослый. Высота его 50-60 сантиметров. Написано, что не нуждается в прищипке и посынковании. Но это всегда очень спорно. И вот крупно я еще тут пишу, что любит подкормки. Важно. Вот. Значит, надо не забыть и особенно тщательно подкармливать гнома. Следующий томат – Южный загар. Тоже я отмечаю, что это сорт. Высокорослый, среднеспелый, красивый. До 1,7 метра с кистями крупных плодов. Ярко-оранжевого цвета, цилиндрической формы. Подчеркиваю, что можно собрать семена. И опять-таки, вот обвела зеленым, что листья смотрят вниз. Это тоже важно знать, чтобы не подумать, что растение болеет. Потому что я прочитала, что у многих начинается паника, когда вырастает вот этот южный загар. И все листики у него такие паникающие. Людям кажется, что он болеет. Нет, это особенность сорта. Следующий томат – Калибри. Это гибрид. Высокоурожайный, среднеспелый. Куст мощный. Плоды вытянутые. Сливки плотные, красные. Вес 160-170 грамм. Идеально подходит для консервирования. Очень вкусный томат написано. Следующий томат – Анюта. Это тоже гибрид. Детерминатный. 65-72 см. Стебли крепкие. Плоды слегка сплющены. Ярко-красные. Не растрескиваются. Следующий томат – Загадка природы. Индетерминатный. Среднеранний сорт. Крупноплодный. Предназначен в средней полосе России только для выращивания в теплицах. Куст мощный, до 2 метров. Требуется подвязка и посынкование. Плоды плоскоокруглые, ровные, весом 350 грамм. Сочные, мясистые, прекрасного вкуса. Цвет – красно-розово-желтый. В разрезе – желто-красный. Следующий томат – Орлиное сердце. Это сорт. Среднеспелый, крупноплодный, салатный сорт. Куст детерминатный, мощный, высота 1,2-1,3 метра. Требуется подвязка и посынкование. Плоды сердцевидные, средней плотности. В стадии зрелости – малиново-розовый. Вес 200-400 грамм. Томат ласковый Миша – гибрид. Раннеспелый, низкорослый, урожайный гибрид. От сходов, значит, 90-95 дней. Плоды округлые, плотные, гладкие, блестящие. Трехкамерные, красные, вес 150-170 грамм. Сочные, хорошего вкуса. Томат кубинский, перцевидный, черный. Сорт – индетерминатный, среднепоздний, урожайный. В средней полосе выращивается в теплицах. Плоды перцевидные, красивые, мясистые, вкусные. Практически без семян. Вес 200-350 грамм. Следующий томат – японский краб. Это сорт среднеспелый, урожайный для теплиц и открытого грунта. Высота 1,8 метра, формирует до 6 кистей. Очень вкусные томаты, мясистые, сочные. Вес 300-400 грамм. Розово-малиновые. Томат хурма. Тоже сорт, среднеранний, детерминатный для теплицы открытого грунта. Плоды плоскоокруглые, желто-оранжевые, весом 200-300 грамм. Могут быть до 500. С жесткой кожицей, сочные, сладкие, вкусные. Универсальное применение. Вот, друзья, столько томатов. Выбрать есть из чего. И хочу вам открыть страшный секрет. Ведь у меня есть еще огромный список тех томатов, которые бы я хотела купить. Но, наверное, я все-таки воздержусь. Потому что, ну, даже на моих огромных подоконниках не хватит места даже посадить все эти сорта, которые я вам перечислила. А если я еще что-то новенькое куплю, то мне тоже их обязательно захочется хотя бы по одному растению посадить. Нет, нет и нет. Воздержусь. Ну и сейчас я вам покажу тот томатик, который у меня уже растет. Вот, друзья, томатик, который я выращиваю. Совсем малыш. Ему всего два дня. Так зачем же я так рано, сейчас, в январе, посадила этот томат? Ну, хочу вам сказать, что этот томат гном. Пурпурное сердце. Я про него вам рассказывала. Это низкорослый томат. Подходит для выращивания в горшке. При этом плоды у него достаточно крупные. Вот я и решила попробовать для раннего потребления в горшке вырастить этот томат. Ну вот, на этом, пожалуй, и все. Хочу вам пожелать в этом году богатых урожаев, хорошего настроения и, конечно, мир в наши дома. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok